Воплощение самых смелых инициатив и идей, о которых другие только задумываются, сегодня, здесь и сейчас. Именно эта твердая вера в силу своего народа, в его большое будущее и предопределила успешный путь Казахстана в 21-м столетии. 1 декабря 1991 года. Исторический выбор народа. Нурсултан Назарбаев. Первый президент независимого Казахстана. Почти 30 лет беспрерывной работы, новых достижений и гигантской ответственности за судьбу огромной страны. Судьбоносное решение, предопределившее ход современной истории. Миссия исторической личности. Прочно держать флаг мира. Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине ядерного арсенала на планете. 29 августа 1991 года. Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Мир без войны. Новая планетарная парадигма. Уникальная в своем роде казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия. Страна Великой Степи под Единым Шанраком объединила каждого казахстанца. Лидер глобальных инициатив. В 2003 году молодой столицей независимого Казахстана встретились лидеры мировых и традиционных религий. Это была их первая встреча, которая открыла 21-е столетие. Стабильность в обществе, взаимоуважение и согласие. Вот залог успешного развития страны на рубеже веков. Казахстан. Сердце Евразии. А его столица задает темп для пульса страны Великой Степи. Главный город республики в 1999 году ЮНЕСКО признала городом мира. Нурсултан Назарбаев. Архитектор многовекторной и прагматичной внешней политики. Сегодня Казахстан полноправный и авторитетный участник мировой политики. Неотъемлемый участник международных организаций ООН, ШОС, ОДКБ, ОИС, ОБСЕ, СНГ. Нурсултан Назарбаев. Инициатор большинства интеграционных процессов в Евразийском регионе. О феномене Нурсултана Назарбаева говорят во всем мире. О нем слышали. Его ставят в пример. На него равняются. Первый президент Казахстана Ельбасе активизировал созидательный потенциал сегодняшнего дня во имя будущего всего человечества. За 30 лет независимости созданы принципиально новые, высокотехнологичные производства. Казахстан уверенно вошел в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет, заложил прочный фундамент для стабильного развития экономики. Это основа устойчивого роста и задел для перспективного развития. По инициативе Ельбасе, лидера нации, впервые в СНГ создан международный финансовый центр «Астана». Казахстан покорил вершины спортивного Олимпа. Наши атлеты за годы независимости завоевали 70 олимпийских медалей. За короткий по историческим меркам период республика стала региональным лидером, инициатором международных и миротворческих инициатив. Столица Казахстана выбрана площадкой для обсуждения вопросов урегулирования сирийского конфликта. Все эти достижения молодой суверенной страны и мировые лидеры, и сами казахстанцы связывают с именем одного человека. С именем первого президента республики Казахстан. Лидером нации Ельбасе Нурсултаном Назарбаевым.